Блёсики. Ага, слышно. Благодарю всех. Я вас сегодня рада всех приветствовать. Я очень благодарна Лиле Кутуеву, которую пригласила на ваш вебинар. Я немножко расскажу о себе. Я с города Кустаная. Я золотой директор Абдрахманова Татьяна. Мне 39 лет. Расскажу немножко о том, как я попала в компанию Арифлейм. Это я до Арифлейма. Я 10 лет была домохозяйкой. Вот моя первая фотография. Вторая фотография – это я работала в магазине. Я 7 лет проработала бригадиром хлебного отдела. И вы знаете, когда живешь в деревне, всегда мечтаешь о чем-то. Мечтаешь о такой красивой жизни. И придя в компанию Арифлейм, я просто, знаете, как я пришла в компанию Арифлейм? Немного расскажу. Вот мне нравится вот такая страничка. Вот такая, как бы сказать, такая картинка. И всегда мне нравится первая, которая сверху. Вот смотрите, хозяин, директор, старший менеджер, менеджер и работник, да. И я себя вот именно видела вот этим работником, который капельком, по сказать, попадала мне, да. И я очень долго задумывалась, что-нибудь свое открыть. Но так как я работала в магазине, я в деревне открывала магазин, я знала, что это что-то такое ужасное. Я все время хотела какой-нибудь бизнес, именно такой, чтобы я могла, сидя дома, да, контролировать. И больше свободный, был свободный график. И, как говорится, да, за один день нельзя изменить жизнь, но за один день можно изменить мысли, которые навсегда изменили твою жизнь. И вы знаете, мне всего задали один вопрос. Что у тебя изменится через 5 лет твоей жизни, если ты будешь работать в своем магазине? Я очень долго задумывалась и думала, что же у меня изменится? Наверное, ничего. Дом работает, дом работает, квартира есть, машина есть, муж есть, дочка есть, да. Что мне еще? Например, если куда-то путешествовать и отдохнуть, я никуда не знаю. не смогу поехать. И я долго думала, да, я всю ночь не спала, думала, думала. И вы знаете, я решила попробовать. Вот здесь есть такой тоже слайдик, да, у вас нет терпения построить бизнес за 1-2 года, но есть терпение 40 лет ходить на работу. Я решила попробовать год-два, параллельно, да. Получится? Да. Нет, я в любой момент могу выйти. В компанию Арифлэм я уже третий раз пришла. И вы знаете, наверное, как бы, да, Бог дал возможность. Я, знаете, просто, когда я съездила, вот моя первая банкет директоров, я со спонсором, со своим, Амангуля Абдрахманова, мы еще родственницы, у нас все мужья, родные братья. Вот мы все трое, у нас родные, мужья, родные братья. И когда она меня взяла на банкет директоров, и вы знаете, я просто увидела, я разницу, я делала такой товарооборот в магазине, да, и я увидела, что именно, увидела мощь компании, я увидела, что компания дает возможность почувствовать себя богатой, красивой, успешной. И я увидела, что такие женщины в возрасте, что молодые девчонки получают такие деньги, такие премии, и они простые. Я могла к любому человеку подойти и спросить, как он добился этого успеха. И вы знаете, я когда приехала, как бы, с банкета директоров, я решила, что каждый год я буду ездить на банкет директоров. Но в 2012-м у меня не получилось. В 2013-м я уже первым лицом в звании директора, вот внизу я получила 1000 долларов. Вы знаете, я когда завидовала, я так хотела пройти по дорожке, чтобы мне аплодировало 3000 человек. Я говорю, представьте, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан. И когда я шла, я даже просто по этой дорожке пройтись за то, что ты дал возможность сделать людей красивыми, счастливыми, здоровыми. И тебе компания награждает такими премии. И ты себя на самом деле на банкете директоров чувствуешь шикарно. И в 2014-м году я уже вышла в звание старшего директора. И вот последний был банкет в 2015-м году в оранжевом плате, звание золотого директора. И я выходила два раза на сцену, я выходила в звание золотого директора, и то, что два звания за один год открыли. И вы знаете, это еще о том, что говорит, скажите, пожалуйста, у кого есть калаш? У кого есть калаш, поставьте плюсики, а у кого нету, поставьте минусы. Калаш вообще действует. Вы знаете, я такую картинку вырезала с Мирори Флэм, ежегодный банкет директоров. И в том году, в 2015-м году, я сидела, он у меня всегда висит перед компьютером вверху, да, я на него смотрела, мне там написано, ежегодный банкет директоров. Я думала, в 2015-м я уже по квалификации не прохожу. И тут, знаете, через неделю приезжает руководство, и нас поздравляют, кто вышел именно на банкет директоров, квалифицировался. И когда меня вызвали, они меня спрашивают, как ты это делал? Я говорю, я не знаю, я не знаю, я вообще не понимаю, у меня столько эмоций было. Потому что, почему? Потому что, говорю, у меня висит этот калаш, я всегда на него смотрела и думала, все равно я поеду. И знаете, вот, как бы сказать, это действует. В этом году, вот сейчас, в воскресенье, опять выезжаем на банкет директоров, понимаете? Каждый год, я сказала, буду ежегодно ездить на банкет директоров, автоматов. И каждый год я автоматом еду. Поэтому я вам всем желаю побывать на таком шикарном банкете директоров, почувствовать себя богатой, успешной. Представляете, как компания вам создает такие условия, чтобы вы себя почувствовали счастливой. И знаете, что в этом каталоге уже начался квалификационный период. И я вам всем желаю, чтобы вы начали на юбилейный банкет директоров, начали именно делать квалификацию. Не пожалеете, следующий год будет суперский юбилейный. Так, и мне очень было приятно, да, когда, ну это вот банкет директоров того года, в 2015-й мы уже в этом, в отеле, да, Рояль Тулик, очень красивый этот отель. И одно место стоит 200 евро на человека. Вот представьте, компания, как благодарна нам за то, что мы делаем, как говорится, людей счастливыми, здоровыми, успешными. А самое главное, очень приятно, когда твои два директора, да, выходят на сцену. В 2014 году, когда я закрыла звание золотого директора, и очень было приятно, волнительно, когда твои два директора выходят на сцену, ты им аплодируешь, ты их благодаришь. И вот благодаря моей команде, да, и это мои два директора, первая это Харитоненко Алена, это мамочка троих детей, которая работает у нас онлайн, она в звании старшего директора, без пяти минут золотой директор. В этом году квалифицировала двоих своих, два своих ключевых партнера на Сочи и сама квалифицировала. Это у меня человек-везунчик, она, как только пришла, она у меня все подарки выигрывала. Она у меня выиграла именно сотовый телефон, когда был фотоаппарат. Одна единственная из Казахстана, которая два подарка за одну акцию выиграла. Она, это наш, она выиграла 50 тысяч технодом, и вот у нас был розыгрыш, сертификат на 50 тысяч. А самое главное, большой подарок, это когда у нас в 2013 году разыгрывался автомобиль Hyundai Accent. И моя Алена с города Кустаная выиграла этот автомобиль. И все это благодаря коллажу. Она, когда объявили эту акцию, она принесла эту фотографию свою, повешала, сделала свою коллаж, свою фотографию и автомобиль. И она сидит, говорит, первый розыгрыш прошел. Мы говорим, Ален, мы, наверное, выиграем она. Я сказала, я. Второй розыгрыш, нет, третий розыгрыш, она в третьем не участвовала, четвертый. Ей звонит, поздравляем, Аритоненко, Алена, вы выиграли автомобиль Hyundai Accent. Представьте, поэтому я ей очень благодарна. У нее очень сильная команда, она очень самостоятельная. И второй мой директор, это Жанна Исмогулова. Это первый человек, который зарегистрировался в компанию Reflame, когда я пришла. Это моя первая чайная встреча. У нее тоже очень большая, сильная команда. Она сейчас у нас тоже мама. У нее один-единственный ребеночек маленький. И благодаря им я закрыла звание золотого директора. Вы знаете, что меня самое больше мотивировало? Меня мотивировало вот это. Я так хотела путешествовать. И знаете, когда приезжали мои лидеры, мои спонсоры, вышестоящие с разной золотой конференции, я очень им завидовала. Я так хотела тоже попасть. Но меня почему-то ничего не мотивировало. И вот вам говорю, коллажи, а не действия. Когда объявили именно квалификацию на лайнер, золотая конференция, это в трех странах, Испания, Франция, Италия. Представьте, я повешала вот этот коллаж. Я сказала, я буду там. Я каждый раз смотрела на фотографию, я каждый раз смотрела видео. Я буду. Я знала, понимала, что я не попадаю. По квалификации я уже не попадаю. И вы знаете, как говорится, наши мысли материальные, я, наверное, во Вселенную послала. Хочу, да? И благодаря этому мне пришло письмо. Пришло письмо. Просто написано, что мы вас приглашаем на форуме растущих лидеров в Алмату. И вы знаете, у меня просто в голове щелкнуло. Мне надо поехать. И я собралась и поехала. И вы знаете, три дня, три дня мы на обучение. Вообще очень шикарное было обучение. И нам дали, те, кто был на форуме растущих лидеров, нам дали возможность. Если мы в 17-м каталоге открываем звание золотого директора, и мы едем, квалифицируемся на золотую конференцию одним лицом. Вы знаете, я приехала, я такая была вдохновенная. Как мы работали? Я даже не поняла, как я это сделала. Мне когда было плохо, да? У меня висела вот эта сторона, и у меня на другой стороне вот такой висел калаш. Я подходила и говорила, я буду на серфинге, я буду вот здесь, я буду в бассейне, я буду в казино, я буду вот здесь, я буду здесь. Мне было тяжело, но я сказала, все равно, я прям закрывала глаза, я представляла. Я буду на серфинге, я представляла прям запах моря. Вот знаете, на самом деле, оказывается, все только захотеть. Захотеть и сделать калаш. Обязательно, у кого нет, сделайте калаш. Калаш можете сейчас пока подготавливать, можете написать в Ютубе, именно как делать калаш, очень интересно, там на 9 секторов у меня тоже есть такой вебинар. И вы знаете, и когда вы наклеете вот это, с такой, знаете, энергией, вот именно, что хотите, и оно на самом деле сбывается. И вы знаете, я так мечтала попасть, и в 2014 году, я закрыла, закрыв звание золотого директора, я побывала на вот таком шикарном лайнере, представьте, я просто почему вам говорю, потому что следующий год у нас осталось всего 3 каталога на квалификацию именно на лайнер, поэтому я вам сейчас расскажу, чтобы вы сильно-сильно захотели, это 8 дней сказок было, посмотрите, это мой калаш, тот, который я смотрела, видите, я в казино побывала, я побывала в джакузи, я была на скалодроме, я, самое главное, я покорила этот серфинг, я так хотела на серфинг, вот мы на борт были, у нас был карнавал, и едовое шоу, и дискотека, да, вот это все было на лайнере, это вообще шикарный лайнер, 15 этажей, и у нас была вторая палуба, и вот представьте, каждый вечер, когда ты открываешь именно в каюте окно, и видишь, как ночью лайнер плывет, и вот эта луна светит, и вот эта красота, представьте, я их благодарила, говорю, господи, как я благодарю компанию Арифлэйм, что я пришла, если бы я сейчас осталась работать в магазине, я бы этой красоты не увидела, представьте, я увидела именно вот лайнер, мы когда только приехали, нас компания встречала, у нас в каюте, на каюте уже было написано, поздравляем со званием золотым директором, и вот здесь наш первый день, где я вот стою со стаканом, да, и вы знаете, я вот здесь была самая счастливая, я вот здесь я благодарила, я даже этот помню момент, я благодарила, господи, за то, что благодарна Арифлэйму я увидела мир, я побывала в 10 городах, я побывала в 3 странах в 10 городах, я побывала в 3 городах во Франции, в 6 городах в Италии, в Барселоне, представьте, это супер, я лайнер так и не успела обойти, понимаете, потому что у нас целый день был именно такой, у нас была экскурсия, и лайнер мы не успевали обходить, до 4 утра мы еще танцевали, дискотека была, утром вставали, как в 6-8, у нас была именно велнос-пробежка, мы ходили на тренажеры, йога была, вот, и вы знаете, это не передавать слова, не передать словами, да, вот я в каждом городе себе брала вот такой сувенир, для чего? Для того, чтобы я могла помнить, я до сих пор помню, вот даже меня в Рим, сейчас я в Риме буду, я знаю даже, как пройти туда-туда-туда, до такой степени, вот это все, как бы сказать, да, запомнилось, потому что это моя первая золотая конференция, ну это суперская золотая конференция была, я до сих пор помню, вот в Ницце, да, это я во Франции, я была в городе Монте-Карло, представляете, это город миллиардеров, его за 2 часа можно обойти, вот это я стою внизу, это казино Монте-Карло, представьте, город очень красивый, новые постройки, там ни одного старого здания, вот это мы стоим на берегу Лазурного моря, мы вышли, оказывается, внизу, в Лазурный берег, нам пришлось, ну как мы, решили покупаться обязательно, как это не покупаемся, и вот эта Ницца впечатлила меня тем, что очень, очень красивые города, новые города, да, много новых построек, также меня впечатлила Италия, в Италии я побывала в Риме, в Мяполи, во Флоренции, в Помпеи, потом в Соренто я побывала, вот представьте, такая красота, очень впечатлила меня то, что такие старинные постройки, очень большие, огромные, конечно, не передавать словами, Помпея, вот тоже вот я стою возле руин Помпея, это тоже очень, там такой музей красивый, сверху вот я стою со своим вышестоящим спонсором Алмагуль, сзади у нас вулкан Везувия, представьте, все охота было, но мы не успевали, поэтому, как говорят, галопом по Европе, также побывала мы, я в Барселоне, в Барселоне мы были два дня, первый день мы прилетели и садились в Барселоне, именно на наш лайнер, и опять же приплыли в Барселону, мы два дня полностью отдыхали, целый день гуляли по Барселоне, представляете, вообще суперски, поэтому я хочу, чтобы вы каждый зарядились и захотели именно на лайнер, а сейчас еще круче лайнер будет, еще два лайнера, вы представьте, тем более юбилейный год, компания там такое, наверное, делает, вы знаете, мы каждый день компания что-то устраивала, то вечеринка в белом, то вечеринка приветственная, то у нас столько вечеринок было, столько мероприятий, то на пятой палубе, то сам лайнер очень красивый, поэтому мечты сбываются. И вот мне очень приятно эта фотография, это нас во Франции вручали, поздравляли со званием золотого директора, мне очень нравится эта фотография, нам вручали вот такие чеки, конечно, привезли мы эти чеки, но очень классно было, вообще супер. И вот мой еще результат по wellness, да, благодаря компании Reflame, как я изменилась, я изменилась внешне, я изменилась внутренне, да, вот 60, я в 2015-2014 вот на лане я весила 63 килограмма, сейчас благодаря нашему wellness у меня 52 килограмма, это очень большой результат и вес не возвращается, знаете, обмен веществ восстановился, я очень благодарна компании Reflame, мне компания подарила здоровье, мне компания подарила красоту, молодость, мне компания подарила удовольствие, путешествие, поэтому я очень благодарна нашей компании, и все делала это ради, ну вот моя фотография, да, как я изменилась, была до Reflame и сейчас, вот, и очень приятно, когда твоя фотография выходит в мире Reflame, это вообще суперски, и все это мы делаем ради наших детей, у меня единственная доча, и первый банкет директоров, я ее именно пригласила на вторым лицом, и вот то, что вот вы видите, да, ради того, что ребенок благодарит, целует, да, вот ради этого и стоит работать, да, чтобы ребенок увидел мир, поэтому, что ты сам не видел, поэтому делаешь то, что ты сам не видел, то, что даешь своему ребенку, и вот моя доча вышла замуж, теперь вышла замуж, и вот благодаря, говорю, компании Reflame, даже я не работая, да, не успевала, так как готовилась к свадьбе, и очень приятно, мне нравится свободный график, и получала зарплату, да, и ради наших детей, как говорится, да, мотивация, и вот в компании Reflame я очень благодарна, и вы знаете, у меня каждый раз я что-то мечтала найти, свою, да, какую-то свою систему, какую-то свою именно что-то, да, и как ко мне пришла нумерология, мне очень всегда нравилось такое, что-то интересное, я всегда смотрела, и в компании, когда в компании Reflame я была, и мы сидели в офисе, к нам пришел мужчина, мужчина просто нам сказал, он зашел, мы говорим, ничего не надо, и он просто говорит, я вам покажу именно нумерологию, он начал раскладывать, мне очень понравилось, мы его пригласили вечером, мы у него купили книжечки, помню, и у нас было 20 человек, он просто рассказывал, я не знаю, откуда оно шло, но оно мне шло, и вы знаете, благодаря этой нумерологии я сейчас ее применяю у себя именно в команде, я уже по дню рождения знаю, что предложить человеку, я уже по дню рождения знаю, предложить ему бизнес, деньги, или признание, что любит, на что человек, может человек пришел, ему нужны деньги, а мы начинаем, вот, признание, путешествие, ему это путешествия не надо, он хочет деньги, или, например, я смотрю, ну, уже как более профессионально, я уже даже не пишу, как бы, да, я уже просто посмотрела на день рождения, я уже примерил, что такое нумерология, нумерология, это цифры нам даны при рождении, это нам дан характер человека, да, что надо убирать и какие числа надо развивать, вот, поэтому вы сейчас все приготовьте тетрадки и ручки, поставьте плюсики, слышите меня? Слышно меня? Ага, все приготовьте, напишите свое день рождения, мы сейчас будем разбирать, смотрите, сейчас, вот, вот эта нумерология, вы ее деньги возьмете, этой нумерологии в интернете нет, эта нумерология, она идет по ведам, это ведическая нумерология, не психотоматрица Александровского, она мне не нравится тем, что очень там долго высчитывать надо, она тоже точная, тоже хорошая, но эта нумерология мне быстро помогает. Вот теперь смотрите, вы свои день рождения написали, вот смотрите, видите, моя табличка сферку, вот эта табличка, это куда будут расположены ваши цифры, рисуйте такую табличку пустую, теперь смотрите, вот здесь у меня внизу написано пример, 28-07-1991, это первая, смотрите, у всех, у кого цифры первые, вот, да, у вас есть, мы их слажем, вот Алина написала 0-1, значит, первая будет цифра 1, у Дмитрия 16, 1 плюс 6 будет 7, начинаем заполнять вот в эту табличку, в первую, вы просто ее пустой, смотрите, где число 1 стоит, где 7, где 8, у кого какое день рождения, второе число, первое число вы поняли, да, это складываем в свое день рождения, это ваше самое главное число, потом мы берем день рождения, вот в моем примере 2 и 8, вот смотрите, первое я ставлю 2 плюс 8, это 10, 1 будет, да, я поставила сверху 1, вот видите, во второй табличке, потом у меня идет день рождения 2, 8, эти цифры мы тоже ставим 2 внизу и 8 рядом, потом следующая цифра идет 7, мы ее ставим в середину, вот у меня вторая внизу табличка, 1991, две цифры года рождения, мы их не ставим, у кого 2005, у кого 2014, 20 не ставим и 1900 не ставим, ставим последние две цифры, 9 и 1, видите, какая у меня получилась внизу матрика, 2 однерки, 9, 7, 2, 8, поставьте плюсики, если вы поняли, чтобы мы разобрались, так, непонятно, да, кто-то понял, кто-то непонятно, смотрите, еще раз объясняю, у вас сверху, сверху стоит табличка, вот эта табличка, видите, 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4, видите, понятно, теперь смотрите, берем день рождения свое, вы рисуете свою табличку, делите ее на 9 частей, вот видите, у меня внизу уже заполнено, вы ее делите на 9 частей, и смотрим, 2 плюс 8, получается 1, смотрим на верхнюю табличку, где у нас число 1, сверху, во второй, вверху, во второй, значит, мы ее ставим 1, видите, внизу у меня первое число 1, это вот, Анна, у вас 11, 1 плюс 1, 2 будет, вы, значит, ставите внизу 2, свою пустую табличку, потом смотрите, 28, день рождения, да, 2 и 8, двойку я ставлю внизу, потому что сверху смотрю, как табличка нарисована, двойку ставлю внизу, восьмерка, видите, тоже у меня внизу, потом семерка я ставлю в середину, и последние две цифры, 9, 1, я ставлю рядом, 1 и 9, так, давайте еще раз, еще раз повторить, понятненько, просто вы смотрите, вот, да, понятно, вы смотрите на вот эту табличку, теперь смотрите, ага, еще раз, вверху у вас стоит табличка, видите, заполнена цифрами, 3, 1, 9, это лидерские качества человека, 6, 7, 5, это бизнес качество, 2, 8, 4, это карма человека, понятно, поэтому в пустую табличку мы вносим цифры, нет, Айгуль, мы только суммируем первую цифру дня рождения, день рождения мы две суммируем, вот у 28, 2 плюс 8, 1, просто у нас еще одна лишняя, одна лишняя попадается будет цифра, 2 плюс 8, 1, значит, мы ставим первую цифру 1 вверх, вот, например, я у кого-то сделала, 15, ну, 4, 67, 1 плюс 5, вот, у Ризы, 1 плюс 5, 6, ставим 1, 5, 4, 1900, не трогаем, 6 и 7, так, Зарина, если 14, да, 1 плюс 4, 5, это ваша первая, это первая цифра 5, а потом ставим 1, 4 и дальше этот месяц и год, последние две цифры, да, остальные все берем, только не берем мы день рождения, год рождения, первые две цифры, 1900, 2000 не берем, мы только последние две цифры, первую цифру у вас, Юлия, смотрите, сверху у вас вся стоит табличка, куда цифры ставить, нет, год мы не слаживаем, не слаживаем, слаживаем, месяц ноябрь тоже не слаживаем, у вас будет 1, 1, да, верхнюю табличку своими цифрами и все, остальные поля правильно, пустые, правильно, да, пишите, да, две однерки пишите, да, Розалина, пишите две однерки сверху, 6 пишите, две однерки, 8 и 7, все, это ваши цифры, всем понятно, поставьте плюсики, чтобы вы это знали, дата рождения, слаживаем, цифра и потом две цифры их ставим, всем понятно, теперь посмотрите на свою страничку, на свою именно матрицу, которая получилась, у кого больше преимущества вверху стоят цифры, вот как в этом примере, две однерки и девятки, значит у человека за дата лидерских качеств, значит этому человеку я могу предложить, именно у него есть лидерские качества, он может идти вперед, да, вторая страничка, вторая, это бизнес, бизнес, это те люди, которые работают с деньгами, даже если у них в дне рождения пятерка, шестерка или семерка, смотря там еще зависимо с цифрами, то получается этому человеку я предложу деньги, если первая цифра совпадает, значит ставим, да, 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 у вас может три однерки быть, четыре однерки, две семерки, три семерки, это все равно, да, вот, если преобладание смотрите, если у вас цифры внизу, значит это карма, что такое карма, вы наверное слышали, да, говорим, прошлая жизнь, да, бывает у вас эффект дежавю, вы идете, у вас такой, ой, где-то со мной это раньше было, значит карма это что-то такое вы натворили, что вы должны отработать, там качества идут, эти люди, у которых больше кармы, им очень тяжело в жизни, они кажется бьются, 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 а ничего у них не получается, и вот этим людям, у кого больше преобладания кармы, или первая цифра 2, 8, 4, я им предлагаю путешествие и признание, они любят, чтобы их ценили, хвалили, чтобы они были всегда на высоте, чтобы ими гордились, да, вот, поэтому я смотрю, я вижу человека, например, в этой табличке, 2 однерки и 9, я знаю, что это человек лидер, что он может ставить цели, он может работать с командой, он очень обучаемый, да, он очень трудолюбимый, у него нет умений, он очень справедливость любит, но у него есть обидчивость, злопамять, да, вот, я этому человеку знаю, что он любит, чтобы его ценили, хвалили, я знаю, что он будет лидером, вот, например, у меня первый директор, Алена Харитоненко, у меня вообще день рождения, 0, 3, 6, 77, вообще, цифры 2 лидерские, посередине качество, внешних нету, это лидер, я знаю, что это с мужским характером лидер, который будет идти вперед, Елена, карма есть, да, ну, ничего, что значит карма, еще раз объясняю, карма, это значит, у вас что-то с прошлой жизнью связано, что-то вы не отработали, какие-то качества характера очень, да, и эти, получается, качества характера, они вам мешают, они вам мешают достигать именно какой-то цели, это очень тяжело, это большая работа над собой. Ага, так, теперь дальше, понятно вот это, этот слайд понятно, потому что у нас очень большая тема, чтобы все поняли, плюсики поставьте, если понятно, 50 на пайс, понятно, все, следующий слайд, пайс. Теперь мы записываем по цифрам, что обозначает, вот теперь списывайте или делайте скриншот, смотрите, вы видели, у вас по этому тройка, у кого тройка, дни рождения, это учителям, они учат всех, это их предназначение, качество положительное, что? Амбициозность, стонок религии, честь, достоинство, дисциплинированность, способность, богатство и успех. Что лидерам предлагать? Что лидеру можно предложить? Им предложить, показать, что они могут руководить, что у них будет команда, что они могут быть первыми, потому что у кого, вот дальше сейчас, вот тройка, да, какие минусы при тройке? Это матовство, бездранственность, да, склонность к ожирению, заболевание печени, проблема с отношением с детьми и учителями. У кого людей тройк, даже 2-3, я сразу говорю, этот человек, он получается с религией, вообще тройка, я сразу буду говорить, у кого тройка нет, то что надо делать, да, чтобы вы знали. У кого в матрице нету тройки, им надо развиваться в деколу. Эти люди, у кого есть тройка, да, еще и дни рождения, они не верующие, а у них получается все время, они или вообще атеисты, или уходят вообще туда, да, вот именно в религию. Поэтому у кого нет тройки, я вам сразу говорю, развиваем духовно. Не обязательно там молиться каждый день, я просто говорю, благодарить за все, что вы имеете. Начните себе, заведите тетрадь благодарности и благодарите, за что вы сегодня благодарите себя, за что вы сегодня сделали, да, я так благодарна за то, что я сегодня провела вебинар. Столько пришло именно на мой вебинар, столько людей, я благодарю, благодарю, благодарю. Понятно, да, что такое именно тройка. Теперь, у кого однерка, это мужской характер, это лидер, это благородность, да, это царственность, и устремленность. Я знаю, что эти люди должны быть первыми, я знаю, что эти люди мужской имеют характер, я знаю, что эти люди могут ставить цели. Они должны быть всегда первыми, да, у вас, видите, Анна, даже три. Они были активистами в школе, да, должны быть первыми, им тяжело быть последними, да, поэтому, но здесь минус тоже есть. Минус есть в том, что они бывают эгоисты, они бывают искать виноватых, не я виноват, а кто-то виноват. Вот, поэтому есть и минусы, и плюсы. У кого нету однерки, развивайте однерку, научитесь ставить цели, ставить цели, планировать. Вот это самое главное. У кого нету однерки. Девятка. Это любят рисковать. Это люди-командиры, которые могут командовать людьми. Здесь сила, мужество, здоровый дух соперничества. Они любят всегда соперничать, да, поэтому очень бывают конфликты, у кого девятка, это с мужской стороны, это с братьями, с сестрами, да, раздражительность, упрямство. Вот. И у кого нету девяток, значит, люди боятся рисковать. А кто не рискует, это не для шампанского. Поэтому, понятно, да, когда я вижу у людей лидерские качества, я предлагаю им, что первое, я предлагаю, показываю нашу лестницу успеха, я показываю, что у вас будет вот такая большая, огромная команда, что вы будете всегда первым, вы будете работать, вы будете командовать людьми, вы можете вести, вы можете ставить цели, вы амбициозны, вы целеустремленны, и этот человек начинает работать. Я просто по номерологии просто смотрю и знаю, что человеку предложить. Второе. Это у нас бизнес. Но, еще про лидеров скажу. Эти лидеры могут быть потом сильно заносчивые, они набивают, звезду ловят, как бы сказать, да, вот, начинают зазнаваться, да, вот, поэтому у них сильно такая спесь есть. Вот, поэтому с ними надо быть тоже аккуратно, работать, чтобы они не зазвездились, я думаю, говоря, да. Теперь смотрите, второе, это бизнес. У кого шестерка, это очень легкие люди, шестерки, они душа компании, с ними, они людей притягивают, люди, люди к ним тянутся, они, душа, знаете, они много говорят, да, очень оригинальные, они любят красивую жизнь, они любят дизайнерство, они любят танцы, они любят сцену, романтики, они, да, любили обильные такие, элегантные, грациозные, да, вот эти люди, шестерки, с ними легко работать, они много бывает говорят, но мало делают, но, если у шестерок есть талант, талант, который где-то был с детства, его надо развивать, его не надо зарывать, потому что человек потом будет искать себя всю жизнь. Поэтому шестерок, у кого нету шестерок, значит, вы перебираете людей, вы смотрите на людей, ага, не нравится, вот это, вот это мне не нравится, вы начинаете сразу от человека отдаляться. Поэтому развивайте шестерку. Я понимаю, что вы в компании Арифлейм, это может быть и до Арифлейма, потому что мы в компании Арифлейм столько проходим тренингов, поэтому у меня уже почти все эти, я все развила уже по идее. Вот. И получается, что именно шестерки, когда нету шестерок, этот человек тяжело идет на контакт. Но надо учиться принимать людей, таким, какими есть, ты уже их не переделаешь. У кого есть семерка? Смотрите, семерка – это те люди, которые себя всю жизнь ищут. Они ищут, чтобы именно была работа удовлетворению, им удовлетворение вот здесь духовно, внутренне, чтобы работа приносила радость. Они не могут, когда им именно, они любят философствовать, они, для них отдых – это вышел на природу, да, а был на природе. Ну, вот они такие люди. Но у кого есть две семерки, у кого есть три семерки, я вас поздравляю, вы при жизни, вы когда родились, у вас столько ангелов-хранителей, у кого-то два ангелов-хранителей, у кого-то три ангелов-хранителей. Но, когда два-три, человек может заиграться в жизни, он начинает, потому что он везунчик. Вот у Алены он 77-й год, у него, да, вот, она везунчик, и ей ангелы помогают. Поэтому, я вас поздравляю, у кого-то много семерок, но осторожно будьте, потому что вы можете пойти не по тому пути. Вот Розалина, у нее тоже семерка, да, вот, поэтому семерки – это легко обучаемые люди. Это люди, которые, вот, например, они прочитают, и они могут уже через это сказать, у них очень хорошая память. Поэтому семерки, у кого нету семерок, начните обучаться. Начните, выберите свою цель, начните обучаться именно вот этому, своему бизнесу, или своей идее, которую вы хотите, да, потому что они очень тяжело на обучение, у кого нету семерок. Вот, ну, смотря еще тоже, смотря с какими цифрами, если есть однерки, они тоже могут, если девятки, они тоже могут обучаться, там тоже смотря с какими цифрами, сединить. У кого пятерка, Я вас поздравляю, у вас поток, денежный поток открыт, к вам деньги идут легко и просто, но если вы не работаете правильно с деньгами, они как пришли, так и ушли, а вы очень такой душевный человек, вы широкой души, вы любите делать подарки, вы любите путешествовать, да, вы подарки столько делаете, что вам аж тяжело, знаете, как бы сказать, прям аж от своей щедрости, прям деловые, очень деловые есть качества, да, а очень хорошо логика работает, а логика вообще конкретно работает, потому что пятерка это деньги, они любят деньги, деньги любят их, поэтому у кого есть пятерка, я вас поздравляю, вообще вам супер повезло, но правильно работаете с деньгами, вы даже подумайте, кажется, вы сегодня нет денег в кошельке, завтра куда-то они появились, но тут работа надо с деньгами, у кого нету денег, у кого нету пятерки, ее надо развивать, надо работать с энергией денег, с энергией денег очень работать много есть, у меня тоже я давала по фамилии, имя, отчество, мы слаживали, находили счастливую купюру, рун рисовали, мы там тоже очень много делали с деньгами, чтобы поток денежный открыт, но что у каждого день, у каждой, именно у всех есть эгрегоры, да, и здесь есть тоже как бы ангелы денег, и вот как ты его именно закрутишь, как ты начнешь поток делать, там правильно работать уже с деньгами надо, поэтому работайте с деньгами, у кого нету пятерка, и вы откроете денежный поток, деньги на самом деле, вот утром, сколько я скажу, мне обязательно будет столько денег, поэтому это тоже все работает, это не то, что я сейчас, это номерология, номерология уже у меня 3 года, я очень ее сильно практиковала, я уже же говорю, я и так, и так, чисто, я не знаю, откуда оно идет, но оно у меня идет, поэтому, я даже не обучаюсь, я даже эту книжку всего один раз прочитала, и поэтому я, смотря на людей, я могу, даже я, знаете, когда у меня человек сидит, я говорю, он со мной разговаривает, я чувствую, я говорю, у вас четверка, наверное, дни рождения, он говорит, да, откуда вы знаете, сейчас объясню, почему четверка. Теперь подошли мы к нашей любимой карме, что такое карма? Я так говорила, что карма, это вспышки с прошлой жизни, да, это то, что этим людям, у кого двойка, восьмерка, четверка, по жизни придется работать много, у них столько будет испытаний много, пока они, кому-то легко достается все, а кому-то очень тяжело. Тут надо отрабатывать, первое, вот смотрите, у кого однерок много, это мужской характер, у кого двоек, это женский характер, это женский характер, честно сказать, не люблю двоек, честно сказать, почему, сейчас скажу, они тоже хороши по-своему, но они быстро вспыхивают, быстро тупят, постоянно их надо, они любят признание, они любят, чтобы, ну, понимаете, как капризная женщина, должно все по-моему быть, я упряма, я это, но, им дано женское баяние, у кого двойка в нерождении, они очень красивые, они очень обаятельные, они очень женственные, да, даже бывает, вот смотрите на парня, да, он такой весь обаятелен, такой весь, ну, обаяние очень шустрый бывает, это тоже дается двойка, но если в дни рождения двойка, этот человек, ну, дано обаяние, мужское или женское, все равно, да, поэтому, но, они, нет, ну, ага, вот, Вот, но, ну подождите, вот, Ксения, вы говорите, да, у меня двойка, я не тухну, наоборот, только этим проектом зажигаюсь. У вас в дне рождения двойка. А теперь скажите, пожалуйста, вы сейчас зажгли этим проектом? А да, раньше, раньше, что вы делали, вы доводили дело до конца? Просто, просто в двойке, я же говорю, они быстро зажигаются, но если они, они потом тухнут, но если они начинают что-то, я же говорю, еще смотря с какими цифрами соединить, если есть однерки, тот человек может снять цель, и он идет, и ему тоже это все. Это легко, потому что они обладают обаянием, но минусы какие, которые отработать эту карму? В первую очередь у вас долг перед родителями, у вас чувство долга. Вот, у кого двойки, скажите, есть такое чувство долга, что вы должны родителям? Вот я, да, все время думала, почему у меня нет такого чувства долга? Настроя в семье, и у меня, вот, баратишка и сестренка постоянно, родители, родители, вот, надо то, надо то, а у меня этого нет, я все время думала, может, я какая-то не такая, может, как-то, И когда он нам просто сказал, что именно у кого двойки, это у них долг перед родителем, чувство долга, почему? Потому что в той жизни остались должны этим людям, в этой жизни должны отработать, отработка идет. Вот, поэтому чувство долга. Во-вторых, очень обидчивое, злопамятное, близко к сердцу принимаем, все через себя пропускаем. Вот это надо убирать, надо учиться прощать. Вот эти люди, они очень сильно не прощают, как бы сказать, да, почему? Потому что тяжело работать. Я не скажу, что прям совсем именно ты прям двойка, я прям скажу, плохая. Нет, двойка очень хорошая, очень по-своему, у каждого есть минусы и плюсы. Но если у вас нету двойки, значит, у вас нету женственности. Если у вас нету двойки, вы не можете тоже работать с людьми. Поэтому тут тоже надо развивать женственность, мягкость, потому что у кого однерки, они как мужчины, женщины, я имею в виду. Так, так, нужно, так, так, все, вот так, отрезан. Когда женское есть, потому что я много видела женщин, у кого нету двоек, они такие как мужчины, и им надо развивать двоек. Они даже в штанах ходят, они такие вот, свои воины, я сказала и все. Поэтому надо быть обаятельной, надо включать свою двоечку, чтобы выработать женское обаятельство. Или мужское обаятельство, смотря что мужчина или женщина. Понятно, да? Это двойка. Поняли, кто у кого двойки, над какими именно надо характером поработать. Научитесь прощать, научитесь отпускать. Еще скажу, у кого две, три двойки, я вам очень сожалею, почему, потому что, не то, что сожалею, почему, потому что, когда две, три двойки, вы, как бы сказать, сильно заворачиваетесь, знаете, и вы откусить эту, не можете, да, вот, например, прощение, обиду. И вы болеете такими заболеваниями, понимаете, потому что вы сами съедаете себя снутри. Поэтому, у кого три двойки, две, три двойки, еще я вам скажу хороший плюс, у вас есть, вот, нет, Юлия, я вас поздравляю, у вас есть дар, у вас есть дар. Потому что люди с двумя-тремя двойками даются, да, очень классный дар, смотря у кого, какой, поэтому у вас будет, вы можете очень чувствительны, что-то чувствуете, может быть, у вас где-то какие-то сны снятся такие, которые в этом, вот. Поэтому просто двойки очень хорошо, но только вот эти минусы, которые есть, и надо отработать, чтобы вам в жизни было легко. Теперь пошли к восьмерке. Восьмерке – это люди-трудоголики. А именно трудоголики, эти люди, у них девиз надо работать, у них золотые руки, этому, именно человеку нету цены, да, это дисциплинировано, очень стойки, да, эти люди справедливость. Ну, знаете, когда они очень, они очень ответственны, но если они работают на какой-то работе, они себя дают всего. Но если их не ценят, если несправедливо к ним относятся, они начинают бороться, вот я, да, я, они любят очень справедливость. Но минусом их – это нерешительность. Нерешительность. Почему? Потому что они взвешивают, они много взвешивают и думают, а если вот так, а если вот так, а если вот так, вот так. Они, как говорится, 7 раз отмерят, 1 раз отрежут, да, боятся рисковать. Поэтому у кого восьмерки нету, но, смотрите, там тоже, если восьмерка и девятка есть, значит, и человек может рисковать. Поэтому тут тоже, смотрите, это я говорю вам, то, что вам дано при рождении, какое качество характера. Дальше вы, может, все уже цифры развили. Восьмерка, если нет восьмерки, то человек должен именно, человек должен восьмеркой, он должен трудиться, ну как, найти свою именно задачу, свою цель и работать над ней. Работать полностью, научиться работать над целью, доводить ее до конца. Да, ага, спасибо, Розалина. Да, две восьмерки, рискую, решаюсь, если борьба. Вот, понятно, да? Теперь четверка. Люди с четверком, это люди очень интуиция, психология, развита. Вот я очень людей вижу, она меня изучает, смотрит в глаза. Я знаю, что у человека в день рождения четверка. Я спрашиваю, что у вас день рождения четверка? Он говорит, если нет, то я говорю, скажите полный день рождения. Там я еще вам по уровням скажу. И я знаю, что к четвертому уровню люди, которые относятся, они тоже психологи хорошие, интуиция хорошая развита. Вот, и четверки, это те люди, которые видят человека насквозь. Они видят, смотрят человека, сканируют, они чувствуют, как человек врет. У них такая так сильно интуиция развита. Они любят путешествовать. Они именно очень впечатлительные, но они очень упрямые. Ихния минус – это лень. Если нету у них цели, это депрессия. Да почему говорю, я это про себя тоже говорю. У меня 4 октября день рождения, это работа МЦЛ. Ай, ладно, завтра, ай, послезавтра. Но если, еще один плюс четверок. Если есть цель, у нее за короткий миг, мы говорим, вот так, раз и сделаем. Вот как меня лайнер подогревал, я сказала, сделаю. Я сделаю, я ему сделаю. Хоть все сменялись с меня, ты не сделаешь, а я сказала, сделаю. Вот. Поэтому четверки тоже есть и минусы, и плюсы. Но им надо именно вот этим четверкам сразу показывать цель. Им надо путешествия показывать. Путешествия, признание, банкеты директоров. Потому что меня зацепило только банкет директоров и путешествия. На самом деле. Поэтому я знаю, что эти люди, если они хотят, они добьются всего. Но тоже бывает и минусы. Если нету четверки, надо развивать интуицию, надо развивать психологию. Вообще, вы знаете, что в нашем бизнесе надо именно полностью менять свои мозги на 180 градусов. Понятно это? Примерно понятно. Просто вы начните с своих знакомых, со своих родственников. Их полностью попробуйте просчитать. Оно потом у вас пойдет. Самое главное, схватите, что вам надо. И еще, я очень, у кого есть четверки, они быстрее схватывают вот такое. Они нравятся мистика, им нравится, им нравится эзотерика, им нравится все такое мистическое, потустороннее, да. Вот. Поэтому четверки они быстро схватывают вот это. Это понятно, поставьте плюсики. Понятно всем? Поехали дальше? Все, поедем дальше. Так, теперь. Ага, вопрос, говорите сразу вопрос. Вопрос какой, Айрат? Вот я, видите, здесь немножко вот показала вам какие-то здесь цифры, пример развивать. Вот лидерские, вот надо развивать, видите, так. Ага, у меня 4 числа день рождения. Четвертое число день рождения. Ага. А вопрос какой? Четвертого июля. Четверка и семерка. Вопросик какой у вас? Пока пишет Айрат, я вам покажу. Вот видите, я вот здесь написала, надо развивать. Тройка – это духовность, развивать, благодарить. Шестерка, надо принимать людьми, таким, какие есть. Пятый денежный поток закрыт, надо работать с деньгами. И четвертое – это развивать интуицию. Да, Айрат, мы показывали, да, 2, 8 и 4 – это приходится карме, карма. Это отрабатывать. Просто этим людям, вот как мне, да, столько много испытаний, пока вот достигнут чего-то. Поэтому мы должны отработать что-то. Но если у нас минусы наши, надо их убирать. Четверка – это убирать лень, восьмерка – это нерешительность, двойка – обидчивость, злопамятность, обидское сердце не воспринимать. Все отпускать легко и просто. Если, Айслов, у вас все цифры заполнены, я вас поздравляю, вы, все качества характера вам даны при рождении. Если что-то не дано, вам только развивать меньше. И убирать качественные нюансовки, и все. Да, лень есть такой. Дальше поехала. Потому что у нас там большая тема. Теперь кто ты? У нас есть также, смотрите, доноры, есть вампиры. Бывает, смотрите, с человеком работаете, да, вот, ну, вот, он тебе ничего не сделал, но ты его терпеть не можешь, да. Это какой-то такой отталкивающий. Сразу объясняю. Донор с донором не может. Плюс с плюсом отталкивается. Минус с минусом отталкивается. Понятно, да? Поэтому давайте узнаем, кто вы. Берем полностью день рождения. Вот смотрите, 28 07 991. И внизу у меня написано, ну, вот, 12 05 985. Смотрите, каждую цифру мы складываем. 1 плюс 2 плюс 0 плюс 5 плюс 1 плюс 9, 8, 5. И складываем до такого числа двойного, да. 31, например, получилось. 3 плюс 1, 4. Но если у вас вот в первом примере 2 плюс 8, все, складываете, выходит 10 или 11, мы не складываем. 10, 11, мы не складываем. 31. Четверка будет за лет. Посчитайте. Теперь смотрите. У кого прислаживание получилось 1, 2, 3, 4, вы считаетесь вампирами, вы энергию отдаете. Ой, берете, берете, забираете энергию. Вам постоянно нужно доноры, которые будут вам давать. 5, 6, 7, это доноры. Это очень хорошо, когда вампиры и доноры. Почему? Потому что вампир. Вот бывает, ты с человеком, кажется, его не знаешь, а с ним легко тебе общаться. Прям тянет, да. Да, вот, Юля, ищите вампиры. И с этим человеком легко общаться. Когда даже, вот, вы можете просчитать мужа своего, да, супруга или супругу. И даже донор с донором, да, вы знаете, тяжело. Даже просто посмотрите, кто у вас, да, муж или жена. Если донор с донором, то вы, бывает, ругаетесь, да, но тут надо, чтобы один другому вступал. Вот. Наоборот, Анна, вампир, наоборот, у меня доча сказала, я, наоборот, классно, что вампир. Зато я буду энергию забирать, а не отдавать. Вот. Поэтому вампиры, они энергию берут, доноры отдают. Да, вот 11 пока не этот, именно 11 есть и не складывайте. Теперь пошлите дальше. Если у вас получилось, сейчас я скажу, Людмила, 8 и 9 это не траула. Это те люди, которые могут работать и с вампирами, и с донорами. Они могут быть, забирать энергию, могут отдавать. Это очень такие люди-хамелеоны, которые могут и так, и так, да. Если у кого вышла добрый маг, десятка. Ага. Далее, и муж, я вампиры, да. Тут только один другому должны вступать. Так, 33 шестерка у вас, Риза. Если у вас получилось 10, то вы добрый маг. Что такое обозначает добрый маг? Все, что вы говорите, все у вас сбывается. Очень осторожно быть. Ваше предназначение дарить людям добро. Ваше предназначение, у вас такое чувство, что вы должны помогать людям. Вот. Поэтому эти, вот этих людей, да, у них все, что они говорят, у них сбывается. Ну, очень осторожно надо, потому что, я же говорю, человек может идти и сказать, я упаду, но он его сломает. Он упадет, но он его сломает. Поэтому десятки у кого, вы добрые маги, осторожно будьте именно со словами. Один черный маг. Это там не говорится, что там в черном, да. Просто некоторые говорят, я не хочу быть магом черным, я хочу быть добрым магом. Нет, черный маг, это считается в том, что тоже, это как добрый маг, он все, что говорит, все сбывается. Но черному магу очень много негатива идет. Почему? Смотрите, у нас есть, говорят же, белые ангели, да, и черные ангели. Просто у черных магов больше преобладание такого негатива, у них начинается в голове всегда негатив. Всегда у них что-то, этот, как его, то-то-то, и у них постоянно это все сбывается. Они говорят, почему я так живу плохо, да, почему у меня все так тягово, да, если смотря. Почему? Потому что я этим всегда даю возможность именно смотреть в них секрет. Вот такие, знаете, чтобы именно положительно они думали. Потому что если они положительно будут думать, у них тоже будет все хорошо сбываться, все классно. Поэтому, вот, я вас поздравляю, кто из вас десятки, одиннадцати, вы везюночки. Еще одно скажу. Кто из вас родился 8, 17 и 26? Поставьте плюсики, кто родился. 8, 17 и 26. У кого в дни рождения? 8, 17 и 26. Есть такие у нас или таких у нас нет? Вот у нас Галина 26, у Веры у мужа, у Татьяны муж. Ага, 8 дочек у Игули. Так, все, да, у нас дочка у Лили Кутуева. Ага, Эльза, дочка, сын, дочка. Не 28, а 26. 8, 17 и 26. А этих людей обижать нельзя. Почему? Кто родился 8, 18 и 26, у них очень сильная энергия. Все, что они говорят, все сбывается. И эти люди, если они, например, будут проклинать, это будет сбываться, но им еще больше придет. Поэтому осторожно. Кто у вас родился, или вы сами, вот Эльза, да, родилась 8, вот вы даже сами смотрели, бывает, что-то плохое скажу, оно сбывается. Почему? Потому что у вас такая энергетика очень сильная. Вот я просто почему говорю, потому что у меня доча 17, она мне все время говорила, ой, я в больницу попадаю и попадаю. Ой, я вот это, они еще очень чувствительны, они очень чувствуют и знают. Поэтому осторожно. И этих людей, когда вы их обижаете, в такой степени вам потом становится плохо, они высасывают с вас энергией, вам становится плохо. И они когда в небе всякое говорят, да, проклинают, да, желают что-то, оно сбывается. Поэтому людям осторожно быть. Да, донор и добрый маг, да, совместимы. Да, донор понимает, а, донор плюс, нет, плюс и плюс, видите, плюс, я вам поставила, минус, плюс, плюс, минус, кто из вас. Вот, поэтому этим осторожно, если у вас сын или дочка, просто скажи осторожно, именно при дне рождения, если ты желаешь, то тоже хорошее. Поэтому очень осторожно, да, вот, работать. Вот видите, Розалина, у вас 8 и 26. 8, 17, 8, 17 и 26. Запомнили? Да, все. Это мы определились, поехали дальше. Я не задерживаю вас, не устали еще? Поставьте плюсики или минусы. Если минусы устали, плюсики еще не устали. Еще не устали, да? Потому что у меня очень много, что могу рассказать. Ага, все добрые. Так, поехали дальше. Теперь определим, к какому же уровню вы относитесь. Я тоже работаю по уровням, и я знаю, кому я могу предложить. Я очень люблю работать с третьим, с четвертым уровнем. Сейчас объясню. Вот, смотрите, свое день рождения. Теперь вы как складываете? 28. Смотрите, полный день рождения. У кого 0,5, у кого 28, у кого 16. Полный месяц. У кого-то 7, у кого-то 11, у кого-то 10. Складывайте вместе. 28 плюс 7. А год складывайте. 1, 9, 9, 1. Видите? Понятно? Полный день рождения. И полный месяц. Вместе складывайте. 28 плюс 11, например. Будет 39. 39 плюс 1 будет 40. 40 плюс 9, 49. И так далее. Вы считали. У кого получилось 60 и больше, вы отнимаете 50. Если до 10. Вот так. Подождите. Айслу, а сколько у вас получилось? И Анна, сколько у вас в общем получилось? 56 у нас даже есть, пятерочки есть. Айслу, напишите свой день рождения. Я посмотрю, как у вас там. Пятерочка. Ой, сколько? Ой, ой, ой. Я думаю, вот-вот наши сетевики. Так. Мария, 0,3, 0,2, 8, 9, 0,5, 15, 15. 15 плюс 6, 21. И 8, 29 у вас получается. 29, да, вот, Вера, ага. 2 плюс, 21 плюс 11, 32. 32, 42, 42 плюс 8, 50, 55, айбли у вас. Так, вот у Александра 61. Вы отнимите 50, сколько у вас остается? У кого 64, тоже минус 50 отнимаете. Все, да? Поехали теперь. Люди первого уровня. Первого уровня это от 10 до 19. Это те люди, они, вот смотрите, они работают в органах, в основном работают в органах. Первый уровень, это значит, что вы должны основное внимание уделять развитию своей личности, воспитывать в себе волю, совершать свое тело, дух. Тут вас ждут взаимные дела, а высокие материи не для вас. Да, если получается больше 60, 59, например, 60 получилось, минус 50 делайте, 10 получается. Понятно, да? Первый уровень, это те люди, которые работают в органах, это те люди, которые работают, для них, вот редко видите, кто, мира, да, вот 14, да? Мир, как скажите, вы сразу пришли в сетевой или долго думали? Почему? Потому что первый, второй уровень, эти люди, они очень тяжело даются к сетевому. Если они приходят, ну, они очень много учатся. Я это знаю уже точно, потому что первый, второй уровень, это в основном идут именно, как его, земные люди, 60. Минус 50 делайте, 10 минут. Так, это дальше потом я скажу вам. Вот, поэтому первый, второй уровень, первый уровень вообще дано им именно, чтобы пройти, им начинать, надо начинать учиться, благодарить, да? Вот, им надо немножко, немножко, немножко повыше быть, так, 50, да? Минус 10, правильно, все получилось. Вот, второй уровень, это люди здесь, которые находятся, должны отрабатывать земную карму, опираясь при этом на свои истоки, опыт предков, вам следует развивать свою интуицию, научать управлять собственным подсознанием. Видите, здесь дано людям, как надо именно работать над собой. Вот, вот посмотрите, вы видели, что здесь везде 30, 40, 50, мало, есть 10, мало, есть 20. Это не говорю, что вы прям плохие там, да? Нет, наоборот, вы классные, если вы пришли, значит, вы решили развиваться, это супер, потому что в основном люди первого, второго уровня, они очень тяжело к сетевому идут. Если они уже идут к сетевому, то они много обучаются, мне очень нравится, что они обучаемы. Третий уровень, третий уровень, это люди, которые, как сказать, они очень легко, с людьми работают, они притягивают людей, они очень много знают, они тоже бывают душа компании. Даже если у вас шестерки нету в дни рождения, но вы к третьему уровню, вы тоже к этому. Сейчас я объясню. Третий уровень, они такие, они любят учить, да, их признание научат другим философскому взгляду жизни, да, поэтому тоже самим учат они, и им надо здесь развивать психологию и интуицию. Здесь они, знаете, третий уровень тоже много говорят о молодеях. Я то, 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 и у меня много этого. Так, 50. Сейчас еще раз объясню, как 50. Вы считаете, если у вас получается 60, 61, 62, 63, 64 и так далее, вы отнимаете от него 50, потому что шестого уровня нету, только есть 5 уровней. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Все понятно, третий уровень. Чтобы вам перейти на четвертый уровень, вы должны работать со своим, именно со своим интуицией психологии. Теперь, первый уровень, у нас Юля, кажется, спрашивала, высокие материи не для вас. Что такое высокие материи не для вас? Это высокая духовность, да, это очень, вам можно это перейти, но тут много работы над собой, очень много. Первый, второй уровень, очень много работы над собой, со своими, грубо говоря, мозгами, да, я вот так скажу. Вот, поэтому, тут не обижайтесь, это как есть, так я и даю. Поэтому вам работать надо очень много с психологией, очень много с психологией, с благодарностью, чтобы духовно научиться. Каждый человек у нас в основном, да, приходит, ему дано какие-то предназначения в жизни. Вам такие даны предназначения. Теперь, я люблю очень четвертый уровень, это высший уровень сознания, это философы, учители. Они вот, именно у них, именно интуиция, психология развита. И ихняя цель выйти на новый уровень сознания. Вот здесь четверки, да, они, они если делают, то они делают конкретно. Поэтому, я сама третий уровень, поэтому я знаю, много говорю, мало делаю бывает. Поэтому четверки, если не поставили, они все это, чики-чики, у них все должно быть, да. Пятый уровень. Пятый уровень, я вас поздравляю, вы везунчики, вы везунчики от жизни. Вы везунчики, почему? Здесь два пути, осторожно, не заиграйтесь с жизнью. Здесь вам дается все, что вы захотите. Вот вы захотели это, будет это, захотели это, будет это. Вы баловали судьбы. Но, осторожно надо быть. Если вы не благодарите за все, что вы имеете, вам дается все быстро, все легко. Но если вы не благодарите, оно быстро вас и забирается. И потом вы думаете, почему у меня так всю жизнь было, все легко, в принципе, сейчас. Поэтому пятерки, вы вообще супер. Вам только захотеть, захотели это, будет это. Только не так, как говорится, да, сижу и жду, когда. Вот, Татьяна сказала, я захочу лайнер и буду сидеть ждать, когда этот лайнер мне придет, да. Ну, тут все тоже работает. Но вы очень, вот у меня вышестоящий спонсор Зауре Кусетова, она везунчик на самом деле. И вы знаете, она захотела, то будет это, захотела, то будет. Но она духовно развивается, она благодарит за все это. Вот. Понятно пятерочки? Да. Вот, Римма, вы пятый уровень. Я вас поздравляю, вы баловень судьбы, везунчик в жизни. Еще смотрите осторожно. Кто к пятому уровню относится, и у него еще семерок много, вам вообще осторожно надо будет. Не заиграться. Так что я вас поздравляю. И видите, в основном именно люди быстро, просто не то, что я там скажу, первый, второй уровень плохой, нет. Просто быстро идут, третий, четвертый уровень быстро идут в бизнес, в сетевой, потому что они что-то ищут. Пятый еще думай. Вот. Первый, второй тоже думай. А третий, четвертый, в основном все они работают. Вот видите, много, даже посмотрите, все в основном третий, четвертый уровень, очень много людей. Поэтому я тоже смотрю, именно складываю и смотрю у меня, если выходит, то я знаю, что четвертый уровень, это человек, который будет обучаться. Поэтому я сама третий уровень, поэтому не говорю, что там я такая идеальная, я тоже самая такая, как и все. Да, вот Мария, у вас пятый уровень, еще две семерки, поэтому ему осторожно спросить. Все, что он думает, сбывается, но надо ему осторожно. Фильм «Секрет» смотрите. Понятно? Поставьте плюсики, что это понятно. Чтобы вы поняли. Мне самое главное, чтобы вы поняли. Дальше поехали. Или вы устали, не устали? У меня там дальше еще интереснее. Я вас интригу буду делать. Дальше поехали. Ну, поехали дальше. Число еще судьбы. У каждого человека есть число судьбы. Да, если Альфия, да, 45 это четвертый уровень. Есть число судьбы. Вы должны все, все вместе сложить до одного числа. Вот смотрите, 2 плюс 8, плюс 0, плюс 7, плюс 1, плюс 9. Все, даже если у вас 10, получается, если 11, получается, между собой сложивайте до одного цифры. Это ваше число судьбы. И здесь я полностью, получилось, да? Я не знаю, может здесь вам мелко видно, я прочитаю, чтобы вы примерно знали. У кого вышла однерка? Этот человек в любом деле стремится к самовыражению, активен, имеет деловую хватку, ценит время, четко действует и принимает решения. В своем мнении независимый постоянно способен увлечься каким-то проектом и значимость в работе. И заинтересовать этим окружающим. При этом работе, помогает коллегам, ему необходимо ощущать свою значимость в работе, он хочет достичь успеха и признания. Это может быть работа, требующая общения с людьми, передвижение, социально-духовная работа, юриспреденция, любая деятельность, где можно возможность генерировать новыми идеями. Следует избегать деятельность, не позволяющая самостоятельно принимать решения, экспериментировать. Вот, например, у меня однерка. Это все про меня, честно сказать. Бывает тоже, не позволяя вот такое, там, там, не обязательно, я прям такая себе идеальная, да? Поэтому вот однерки, вот такие они. Двойки. Ответственно, внимательно, подходит к делу, полностью посвящает себя делу, работает неторопливо, но качественно, проявляет спокойствие, последовательность, думается во все том-то все дела, имеет хорошую интуицию, обращает внимание на мелкие детали, которые многие не замечают, хорошо проявляет себя везде, где можно увидеть результат своей работы, ему нравится создавать предмет длительного использования, высокого качества, привлекает деятельность в социально-обслуживающей сфере, следует избегать работы, требующей быстрой реакции, адаптации к часто меняющим условиям труда, проявление жесткости по отношению к людям, принятие нестандартных решений, а также административной деятельности. Вот, теперь тройки, у кого тройки тоже, да, это просто, что вам дано, вы можете посмотреть, можете сделать скриншот, я не буду читать, но число судьбы, если вы свое выявили, или вам прочитать, или сделайте скриншот, как вам, или прочитать вам, может мелко не видно вам, прочитать, плюсики поставьте «да», и если минусы нет, можно, да, ну давайте тройку. Смотрите, свойственное деловое воображение, разносторонне интересны, энергичность, интеллект, оптимизм, способны создавать множество новых идей, обладают огромным энтузиазмом и умением достигать успеха. Ему по душе интеллектуальные, интересные, краткосрочные проекты, которые всегда включают в себя что-то новое, подходит любая работа, требующая проявления изобретательности, напряженного умственного труда, управления поездой к работе с компьютерами. Это может быть деятельность СМИ, организация с быстрым темпом движения денег, им следует избегать однобрасных видов деятельности, а также деятельность, связанная с принятием ответственности за труды судей. Вам дано просто, где вы можете работать, какая специальность вам подходит, да, поэтому вы можете смотреть, это число судьбы. Так, у меня здесь не видно из-за моего этого, да, сейчас я закрою, вот. Четверка. Свойственность, серьезность, внимательность, спокойствие, сознательность. Он отдает предпочтение стабильности и надежности в работе. Ответственность берет на себя, нередко становится для окружающей надежной защитой и опорой. Старается соблюдать порядок и последовать, замечает каждую деталь. К новым делам приступает лишь после серьезной подготовки. Ему подойдет работа по изготовлению материалов, предметов, строительной промышленности, торговых, земледических предприятий, а также на предприятиях, связанных с контролем и охраной. Следует избегать, где не нужно быстро принимать решения, постоянно меняющие условия, выполнять работу за короткие промежутки времени, трудиться в эмоциональной, нестабильной обстановке. Ему с трудом дается срочный, авантюрный, сомнительный проект, он лучше справляется с долгосрочными делами. Это у нас четверочка. Пятерка. Лучше всего проявлять себя там, где нужны организаторские коммуникабельные навыки, придерживаться приятных законов и порядков, отдает предпочтение проектам, которые соблюдают в себе различные виды денег, требуют быстрого принятия решения, позволяет наблюдать за общим положением для предприятия, ему нравится активная работа со свободным графиком. Его интересует работа, которую дает возможность продемонстрировать свой талант организатора, администратором будет, менеджером, распорядителем, директором, предпринимателем, общественным детям. Легко меняет область деятельности. Следует избегать работы на крупных предприятиях, не предусматривающей возможности карьерного роста. Постоянная и однообразная работа его быстро утомляет. Вот видите, у кого пятерка уже говорит о том, что человек тоже может работать и менеджером, и администратором. Видите, именно лидерские качества. Это по судьбе. Шестерка. Это дисциплинированный, гибкий, сообразительный и ответственный сотрудник. Интересы работы и коллег для него на первом месте. Хороший работник, прекрасно справляется с делами, требующий исполнительности, умение общаться, понимать проблемы других людей. Ему по душе комфортное и приятное место работы. Любит работать в коллективе. Ему нравится работа, которая требует выполнения конкретных практических задач. Деятельность связана с образованными учреждениями, общественными предприятиями, медициной. Очень хорошо есть помощь людям, а также принесение в жизни красоты и гармонии. Вот можно шестерок спокойно тоже приглашать именно в наш бизнес. Семерка. Самоуверенный, терпелив, уравновешен, проницательный, имеет аналитический склад у массы. Старственница узнает, что это новое. Финансово благополучие добивается благодаря тщательной индивидуальной работе. Способность к анализу и концентрации, внимания, интуиции помогает ему успеху и карьерного роста. С легкостью может стать экспертом в нескольких сферах деятельности. Ему нравится деятельность, связанная с просвещением наукой, юриспруденцией, законом, контролем финансовым, проявляет интерес к психологии, отношения между людьми, деятельности. Есть возможность проявить мастерство художественных искусств. Дизайнер, стилист, висажист, парикматер, художник. Не подходит работать с высоким темпом. Работа в большом коллективе его очень напрягает. И тут у нас осталась восьмерка и девятка. Восьмерка. Активен, надежен. Его трезвый ум, решительность, действие и твердое убеждение найдут в себе идеальное применение в трудно-восторжных проектах. И достижение долгосрочных задач. Наделен талантом, удовлетворять людей, сплачивать их для выполнения общего дела. Успех приходит к нему только в сотрудничестве. Поддержки окружающих людей имеют больше шансов достичь финансовой работы, больше, чем другие. Работа связана с чем? Работа связана с анализом, решением непростых задач, руководством, финансовым. Имеет именно во всех сферах деятельности, особенно в сферах бизнеса и финансовых. Наделен умением справляться с трудностями лучше других. Так что восьмерочка очень трудолюбивый и любит справляться с трудностями. И девятка. Имеет разносторонние интересы, хорошую интуицию, богатое воображение, чувство гармонии, красоты. Лучше видит перспективы проекта, чем отдельные детали. У него широкий кругозор, ему все легко дается. Любит работать, независимо от своей инициативы. Ему нравятся проекты, которые позволяют проявить свои умения и таланты. Дела связаны с осуществлением замыслов, поездки, поддержки интересных людей. Отдает предпочтение работать с соборным графиком. Так что это девятки для вас. Теперь понятно? Поставьте плюсики, что это понятно. Каждый высчитал свою судьбу, число судьбы и знает, какие наделен он еще качествами характера. Поехали дальше. Немного информации. Вы успеваете все это запоминать? Поехали дальше. Следующее. Также можно именно, что ждет вас в этом году. Потому что цикл идет от 1 до 9. И чтобы вы знали свой прогноз, вы должны сложить то же самое. Теперь смотрите, как мы сложим. Первое действие. Мы должны сложить именно день рождения. Два числа. Например, 28 плюс 0,7. Например, у кого-то 0,3 плюс 11. И сложить до 1 числа. У меня вышло, смотрите, 28 плюс 7. Это получилось 35. И 3 плюс 5 это 8. Второе действие. Сложить год. Здесь у меня 2015. У нас сейчас 16. Поэтому мы сложим 2 плюс 0, плюс 1, плюс 6. Сложим год. И третье. Мы должны сложить два числа, которые получились. У меня, видите, получилось в первом 8 и во втором 8. И мы сложим 8 плюс 8, 16. А 1 плюс 6 это будет 7. Понятно всем? Ага, не успевайте, Ксения, да? Первое. Мы складываем день рождения плюс месяц вместе. Не разбивая их. Вместе. До 1 числа. Второе. Мы складываем в 2016 год. 2 плюс 0, плюс 1, плюс 6. Сколько это будет? Так, 6, 7, 8, 9, 9, да? У нас получается. У вас у всех получилась вторая цифра 9. А первое теперь вы. Год мы не трогаем. А, да, до однозначного 9 получается. Я вам уже подсказала, что второе число у вас у всех 9 получается. Вы можете на 2016, можете на 2017. Любой год, на который вы хотите, вы можете сложить. 11 получалось, 1 плюс 1 получается 2. Теперь первое действие слаживаем и второе. Если на 2016 у вас первое число получилось, например, вот 5 у мира. И 5 плюс 9 слаживать будет 14. А 14, 1 плюс 4, 5 будет. Да, это третье действие. А, Айрат, да, теперь Айрат, сложите 1 плюс 1, 2. И вот у вас здесь написано. Первое, у кого получилась цифра 1. Значит, у вас начинается только цикл. Только начинается цикл. И всегда новые начинания. Год прогресса, независимости, формирования своих целей. У кого получилась двойка, вот как у Елены, у Айрата, да? Это, получается, нужно чуть-чуть отпустить в этом году напор. Напором нельзя спокойствия. Этот год союзников минус эмоциональное переживание. Будет очень эмоциональное переживание. Если, получается, тройка, да, это год активности, энтузиазма, проявление своих талантов. Первые результаты, очень, будут первые результаты, которые вы запланировали, например, 2 года назад, будет очень большой расход ресурсов. У кого получилась четверка? Это год стабилизации, год упорного труда, выполнение цели, ответственности, минусов нет. Поэтому четверка очень хорошо, у кого есть, вот у Галины, да? Поэтому упорно добивайтесь, и ваши цели в этом году все сбудутся, да? Пятое – это год развития, перемены, путешествий, год приключений. Так что у кого пятерочка, а вот у Миры, так что я вас поздравляю, у вас будут перемены, очень большие, да, путешествия и год приключений. У кого вышла шестерочка? На первый план у вас семейные дела будут, обязательства, гармония. Минус, как будто все стало, бывает же, как бы ты делаешь, делаешь, а все на одном месяце, это бывает тоже. Семерочка. Этот год – период внутреннего развития, духовного роста, минус расставание с ненужными связями. Так, году пятерка, а, Галина, у вас получается 2017, это так, 8, 9, 10, однерка получается, и ваше день рождения вместе слаживаете, 1 плюс 5, плюс 6. У кого получилась восьмерка? Очень важный год для достижения, год эффективности материального и финансового достижения. И девятка, вот у кого 9 получилось, вот у Ирины, это завершение цикла. Расплатитесь со всеми долгами, не только финансово, но надо просить все обиды отпустить, сделать подарок, избавиться от ненужной связи. Так что, Ирина, ваш год завершается, поэтому вы должны посмотреть, пересмотреть, что вас тянет вниз, да, какие-то люди есть, которые тянут вниз, есть и которые поднимают. Вот, поэтому надо расслабиться, отпустить все обиды, чтобы вас в следующий, первый, на следующий год, 2017, всегда был нового начинания, год прогресса, независимости, формирования своих целей. Понятно? Я думаю, все поняли, да? Думаю, скриншот сделан. Поехали дальше. Успеваете? Теперь мы можем по номерам телефонов тоже вычислить, какой же вам номер телефона. Берете весь свой телефон, тоже номерал, это я вам так скажу, это тоже интересно, потому что это магия чисел. Числа всегда что-то дают. Поэтому слаживаем день рождения и, ой, день рождения, извиняюсь, уже день рождения. Слаживаем номер телефона и получаем число, у меня получилось число 1. Вид подойдет для активных, целеустремленных, для начала новых дел. Второе, номер оптимальный для установления партнерства, сотрудничества, переговоров. Чтобы вы знали, как вы будете, например, у вас WhatsApp стоит там, например, на таком, а вы поставите где двойка, чтобы у вас было именно такое интересное. Ну, посчитайте, да, вот сделайте скриншот или перепишите. Третье, для финансовых учреждений связанных с долгами, кредитами и финансами. Видите? Четверка, если получается, для людей творческой профессии. Пятерка, для людей путешествовать, передвижения, поездки. Шестерка, для личного общения, общения с близкими людьми, душевными беседами. Семерка, номер для одиночек, кто привык работать самостоятельно. И восьмерка, номер приносит материальный успех. И девятка, это хорошо решать судьбенные вопросы, конфликты. Уже посчитали. Вот, молодцы. Теперь вы видите, видите, мера для людей путешествовать, передвижения, поездки. Пожалуйста. Семья, четверка, для людей творческой профессии. Так. Да, полностью, да, все сложить. 7 плюс 2, будет 11, 1 плюс 1, будет, да, 2. Верно, да, ВАЛУС. Вот номер для, как раз, именно для партнерства, сотрудничества, переговоров. Так что я вас поздравляю. Это тоже по номерам. Потому что номера, именно числа, они очень несут такую энергию. Да, поэтому мы выбираем номера машин, да. У меня есть по номерам машин, у меня есть по номерам квартир. Я сейчас посмотрю, не помню, что у меня здесь в слайде. Посмотрим, что у меня здесь в слайде. Потому что у меня очень много вебинаров, и в каждом слайде у меня что-то другое. Вот, видите, у вас тройки, вы работаете в этой сфере. Нет, плюс 7 не надо, у нас с восьмерки же начинается номер. Мы всегда пишем, Дмитрий, через 8. 8 и 3 семерки, это если мы там в этом. Теперь давайте посчитаем, где же вы живете. Это тоже очень интересно, вы знаете, когда я посчитала свою квартиру, в которой я в однокомнатной жила. И знаете, а когда переехала в двухкомнатную, и там в двухкомнатную именно эзотерика пошла, вот именно. И у меня на самом деле там открылся вот именно номерология. Поэтому тоже влияет очень. Так, если, что Зарина? Так, кто-то здесь написал. Зарина, да, если 1,1 дома квартиры нет. Это нормально, вот у вас 1,1,2 только будет, получается. Между собой все слаживаете, 7 плюс 4 плюс 1 плюс 1 плюс 2. Но запишите себе номер дома, номер дома, номер квартиры, все это склонываете, и у вас число получается. А если дом 5, корпус 1, тоже слаживаете. Вот вы вспомните, как вы пишете именно свой адрес. Вы пишете номер дома, даже если корпуса, и номер квартиры. Все считаете вместе. Все посчитали, да? Вот смотрите. А если букву пока мы не пробуем, мы только цифрами работаем. Только цифрами. Вот видите, тоже у меня 18 плюс 35, дом 18, квартира 35. 1 плюс 8 плюс 3 плюс 5. Получается 17, 1 плюс 7 будет плюс. Вот поэтому смотрите, у кого число 1 вышло, подходит для тех, кто хочет открыть икры. Или бизнес, учится именно такие, у них самообразование, у них когда нету бардака, но жить одиноким нельзя. Почему? Потому что именно этот, именно получается для тех, кто хочет в бизнесе развиваться, у кого получается объемка. Второе, вот у меня была та квартира номер 2, это правда, прекрасное место для любви, конфликты решаются мирно, очень хорошая чувствительность, подходит нервно, эмоционально. Этот дом у меня был как проходной двор. Кому только они лень, все приходили, я думаю, почему такая квартира? Получается этот, постоянно открытая была дверь, а касса номер 2 у меня получился, и получается дом открытых дверей. У кого получается тройка, то же самое, для вечеринок, для развлечений, растет духовная сексуальная энергия, нельзя жить, кто не может распоряжаться деньгами. Вот у кого тройка, им нельзя жить в таких домах, потому что деньги быстро уходят. У кого четверка, защита, защитная энергия, очень хорошо для неуверенных, хорошо, хорошие садоводы, не подходят трудоголикам. Вот именно четверка. Пятерка, все колесо, встречи, разговоры, сексуальная привязка, не подходят для покоя. Для того, кто хочет именно покоя, тоже идет такая квартира. Шестое, гармония для равновесия, хорошо для семьи с детьми. И вот именно у кого, если вы будете, например, выбирать себе квартиру или дом, вы уже можете просчитать. Да, вы все вместе, Александр, вы все вместе считаете, все цифры складываете. 2 плюс 2 плюс 1 плюс 4 плюс 0 плюс 9. Вот, видите, у меня сейчас номер 7. Это хорошо для тех, кто живет один. Для интуиции, мистики, эзотерики, основителей, помогает найти жизненный путь, не подходит для тех, кто хочет материально, духовно на первом месте. Видите, даже в этой квартире у меня получается, я пошла в компанию Арифлея, видите, жизненный путь надо найти два, да. И на самом деле, нематериально, да, кто хочет материально, не подходит. Духовность, правда, на первом месте. Эзотерика, мистика, интуиция. Вот здесь у меня именно развита, и сюда мне пришло именно, вот, и этот, хотел сказать, ясно-видим. Пришло именно нумерология. Очень хорошая восьмерка, да, удачная цифра изобилия, благополучно, денежного достатка для тех, кто хочет добиться высокой должности, не подходит равнодушным и транжирам. И гирята – это дом любви и сострадания, дом мудрости, старости, очень жить хорошо, плохо для тех, кто, которые все отдают. Для, значит, для таких, которые любят давать подарки, Людмила, 9 плюс 2, будет 11, это будет у вас двойка. Плюс, да, 9 и 2, что это у вас, квартира, и все вместе. Так, Татьяна, как сложить? Смотрите, берете дом и квартиру, и сложите каждую цифру отдельно. 1 плюс 8, плюс 3, плюс 5. Есть трехзначные, четырехзначные числа, какие у вас там есть, все складывайте между собой, до одной цифры доводим, от 1 до 9. Понятно, да, всем? Вы считали? Вы считали, да? Думаю, на сегодня, наверное, да, если дом 14 частный, то 1 плюс 4. Я думаю, на сегодня вам хватит, если сейчас какие-то вопросы есть, задавайте, я вам сразу отвечу на ваши вопросики, потому что у нас, кажется, все уже последний слайдик. Последний слайдик, да, вот, чтобы вы были вот такими магами, да, чтобы вы именно все свои, просчитали всех своих партнеров, просчитали своих именно бизнес-партнеров, консультантов, что вы можете им предложить, да? С дробью, да, все вместе слаживайте. Вот, и у меня очень много тем, у меня есть и темы по фамилию, имя, отчество, мы тоже высчитываем, потому что не зря вам дана тоже фамилия, имя, отчество. Когда вы фамилию меняете, берете мужа, да, вы меняете также свою именно, свою меняете карму, вот, поэтому очень много тем у меня, да, поэтому я вот вам дала первую тему, да, я же говорю, по имени, фамилии, отчеству можно найти свою счастливую купюру, как притянуть деньги. Там еще рисуется, я даже забыла, магический квадрат рисуется, для притяжения вам какого-то имена, если хотите, чтобы сбилось какое-то ваше желание, магический квадратно порисовать. Там входит ваше день вождения, ваше имя, фамилия, отчество, зодиака, кажется, и этот, и тоже, это тоже отдельная тема, если захотите, можете потом меня пригласить, я могу вам тоже дать, это у меня вебинары, я это все, я не брала все это с интернета, я все эти тренинги проходила, все вот это квартиры, я по тренингам проходила, у нас очень были тренинги интересные, мы плавно проходили, у нас было в офисе, поэтому у нас был нумеролог, который нас обучал, она вот и по Александровской обучала, я могу вас тоже, если хотите, по психоматрице Александровской, но вот эта нумерология мне очень нравится тем, что она очень удобная, я ее быстро раскладала, мне надо складывать вот это, да, и она у меня есть канал, там даже, кажется, где-то у меня нумерология есть, у меня старый канал, я просто не знаю, забыла уже про него, вот, и сейчас вам, я знаю, что это очень интересно всем мире, потому что люди что-то ищут, да, хотят менять себе в жизни и не знают, как, и начинают искать, какое там день рождения, что у вас там, день рождения, ваша именно фамилия, имя, отчество, потому что все любят эзотерику, сейчас все именно начинают действовать, и знаете, я вам еще такой совет дам, да, я очень хорошо тоже люблю новолуние, полнолуние, и всегда на новолуние пишу всегда желание, и желание, вот смотрите, именно 1 сентября, вот сейчас будет 1 сентября, во-первых, будет новолуние и будет солнечное затмение, это бывает очень редко, и вот именно 1 сентября напишите все свои желания, всегда на новолуние начинайте делать, давать задания своим ангелам, да, на месяц, что вы хотите, на самом деле они исполняются, и еще такое, да, скажу вам немножко, на свой день рождения, у кого когда день рождения начинается, например, вот у меня 4 октября, день рождения, в течение 3 дней у нас, как называется, день рождения, это день ангелов, да, светаются все ангелы, и они ждут, они почему говорят, что когда день рождения, мы начинаем желать, все, да, ангелы все это записывают, и когда вы в течение 3 дней пишете свои желания, в течение 3 дней, но желательно в первый день, да, эти желания вы даете на год задание, что делать, на самом деле я уже это 3 года делаю, я даже удивилась очень, в последний раз я уже забыла, день рождения мне скоро, а я открыла свою именно тетрадку и видела половину желания, опасные в дисглосе, я даже не открывала, у меня отдельная тетрадка есть, в которой мне пишет желание, поэтому ваше задание, в первую очередь, это завести журнал благодарности, обязательно завести, да, 3 дня до дня, нет, не до дня рождения, Лена, у меня, например, 4 день рождения, 4, 5, 6, в течение 3 дней ангелов прилетают, и вот они в течение 3 дней ждут ваши заявки на целый год, все пишете в настоящем времени, я покупаю квартиру, я еду там путешествовать, я еду там, я покупаю, я приобретаю, все пишется в настоящем времени, что уже у вас сейчас, в данный момент есть, понятно, да, поэтому сделайте обязательно калаш, сейчас подготовьте свои все картинки, да, сейчас очень много вон нашел в интернете, пошел распечатал, я вам не рекомендую их вырезать с журналов, потому что с той стороны информация вообще другая, и бывает, попадается там информация очень такая, что там, например, сзади какое-то происшествие, а здесь какая-то картинка с деньгами, и получается, что может быть, да, у вас произошла авария, и вам эти деньги поступили в счет того, что, например, да, грубо говоря, вот, поэтому осторожно тоже делайте калаш, но калаш тоже действует, пишите свои желания, желания пишите на месяц, вы их убираете, потом вы достаете, 50% сбываются все, не скажу, что все 100%, не 50% сбываются, вот, журнал благодарности, как Галима, купите красивую тетрадку, напишите это в журнал благодарности, каждый вечер садитесь и говорите, я так, я так благодарна, за что ты благодарна? Я так благодарна за моих родителей, я благодарю за маму, папу, что они мне дали жизнь, воспитание, образование, я им желаю счастья, здоровья, благополучия, я благодарю, 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 я так благодарна за мою семью, я благодарю, там, за моего сына, я благодарю за мою дочь, я благодарю, что сегодня я провела презентацию, я благодарю, что я сегодня бабушку перевела через дорогу, просто начните благодарить, как бы сказать, во-первых, это не то, что там, во-первых, вы внутренне измените сами, чем больше вы благодарите за то, что вы имеете, вы будете получать еще больше, понятно? Попробуйте очень хорошо и начинайте, знаете, желание писать, обязательно вот именно на месяц, да, взломал благодарность, и обязательно сделайте калаш. Поэтому я вам всем желаю, чтобы ваши все мечты сбывались из компании Рекун, чтобы все, что вы загадали, все, что нанесли на ваш калаш, все, что нанесли на свои желания, да, вот 1 сентября на Новолунии, чтобы они у вас все сбывались. Я благодарна, что вы сегодня были со мной на вебинаре, послушали, да, взяли для себя что-то. Я очень хочу, чтобы каждый из вас умел именно анализировать своих партнеров, консультантов, чтобы предлагать, да, потому что каждый консультант приходит зачем-то. Кто-то для тусовки, кто-то для денег, кто-то для руководить, да, кто-то именно для путешествия. Поэтому человека можно вычислить и предложить. А то вы можете, этот человек пришел для тусовки, а вы ему предлагаете какие-то деньги или для общения, да. Поэтому благодарю вас, всем желаю крутого, такого классного каталога. Дай Бог, чтобы вам всем квалифицироваться на лайнере. И с вами на лайнере встретимся и выпьем текилы. Так что всем счастливо, пока, удачи. Благодарю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok